Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Автоплюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство. Надежный автомобиль. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Шел на красный. Один человек получил травмы в ДТП на улице Воровского. Чем это делаем? Пусть он меня подняет. Смертельный толчок. Скоро подъехал, смотрю, что у него кровь задает. В Вятских Полянах осудили бродягу Аркадия Сергеева, который случайно убил местного жителя. Посмотрел, я говорю, вов, и все, машина уже с ревом пошла. Угнал на глазах владельца авто. Че шел, увидел автомобиль, угнал, че. А как ты его угнул-то? Отверг. В свои 17 лет уже стал угонщиком-рецидивистом водитель «Жигулей» пятой модели. Опасный шашечник. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как гонщик на четверке врезался в бордюр. Один человек получил травмы в ДТП на улице Воровского. Там женщина на 14-й сбила пешехода. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла вечером во вторник у дома номер 64 по улице Воровского. 38-летняя женщина-водитель «Лады» не заметила пешехода. На перекрестке улиц Воровского и Сурикова женщина, управлявшая автомашиной ВАЗ-2114, совершила наезд на мужчину 61-го года рождения, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. На этой же улице произошло аналогичное ДТП. По предварительным данным ГИБДД, напротив 117-го дома, 38-летний водитель «Киа Спектра» поворачивал направо и сбил пешехода. Пострадавшему медики оказали помощь. На улице Московской водитель «Девятки» сбил женщину. По предварительной информации госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. В Слободском 62-летний инвалид на Рено Сандера не пропустил мужчину. По предварительным данным полиции, пешеход переходил дорогу по правилам. На место происшествия пришлось вызвать бригаду скорой помощи. В «Вятских полянах» в ДТП пострадал 79-летний пенсионер. По предварительной информации ГИБДД, его сбила 26-летняя девушка-водитель «Лады Приора». Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, а врачи – степень причиненного вреда здоровью пешехода. Мужчину госпитализировали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. В «Вятских полянах» осудили бродягу Аркадия Сергеева, который случайно убил местного жителя. По данным следствия, 50-летний потерпевший Радик на улице сделал замечание осужденному о его образе жизни. Бродяги эти норовоучения были безразличны, он просто хотел спать. 53-летний бродяга Аркадий спал на остановке общественного транспорта. Мимо него проходил потерпевший Радик. Его возмутило поведение обвиняемого, и он решил его разбудить. В итоге разговор не получился. Моральную сторону вопроса Аркадий и слышать не хотел. Своего незваного собеседника он оттолкнул. 50-летний потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Мужчина потерял сознание, на помощь к нему поспешили прохожие, они вызвали медиков. Через несколько дней в районной больнице потерпевший скончался от открытой черепно-мозговой травмы. До приговора Аркадий находился под подпиской о невыезде. Сейчас он проживает в Вятских Полянах без регистрации. Мужчине грозило до двух лет тюрьмы. Но суд вынес приговор в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Трудоустройством бродяги займется уголовно-исполнительная инспекция. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Оскорбил дочь. В опарино направлено в суд уголовное дело в отношении Татьяны Лучкинской, которая зарубила топором своего сожителя. За бутылку водки штраф 50 тысяч. На улице Сутырина в круглосуточном магазине торговали водкой без лицензии. Выскочило внезапно. В поселке Садаковский собака попала под колеса иномарки. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В опарино направлено в суд уголовное дело в отношении Татьяны Лучкинской, которая зарубила топором своего сожителя. Это был многодневный запой, который закончился убийством. По словам обвиняемой, собутыльник Петр начал оскорблять ее дочь, что и стало причиной преступления. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Первый заходите, пожалуйста. Об убийстве Татьяна сообщила сама. Утром 17 августа они с Петром поссорились, еще пьяные, не выясняли отношения. Досталось и дочери обвиняемой. В ходе конфликта мужчина решил уйти из комнаты, но потерял равновесие и упал. Татьяна решила воспользоваться моментом и сходила за топором. По данным следствия, Лучкинская нанесла потерпевшему 16 ударов по телу и шее, причинив смертельное повреждение. Потом сходила, вымыла топор и вызвала полицию. Сейчас за убийство женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Дело направлено в Мурашинский районный суд. Полиция и волонтеры продолжают разыскивать 19-летнюю Викторию Трегубову. 14 октября около 2 часов ночи девушка ушла из бара на улице Трактовой в деревне Стулово Слободского района и домой не вернулась. Если вы знаете, где находится Трегубова, звоните по телефону 02. Мужчина, кто вам продал воду? Он не знает, все это я зашел сюда. Продавец? Нет. Это кто? Мужчина. Вот он. Да. Вот он. Чего вы нарушает? На улице Сутырина в круглосуточном магазине торговали водкой без лицензии. По данным полиции, спиртной продавали из-под прилавка всем желающим. В отношении работника магазина оформил протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Алкогольная продукция изъята. Полиция напоминает, что о фактах незаконной продажи водки вы можете сообщить по телефону 02 или 102. Михаил Вагин. Место происшествия. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В свои 17 лет уже стал угонщиком-рецидивистом водитель Жигулей пятой модели. На улице Гайдара он сел за руль чужого авто, на улице Лепси устроил погоню с сотрудниками ППС. А после длительного преследования уже на улице Володарского он врезался в ограждение парка Аполло и пустился в бега. Однако подросток прибежал прямо в руки сотрудников неведомственной охраны Росгвардии. С задержанным пообщался наш корреспондент Павел Москвин. По иронии судьбы, после погони подросток приехал туда, где он провел часть своего детства – в парк Аполло. Но теперь время вовсе не для игр. Максима подозревают не только в езде без прав, но и в уголовном преступлении. Как выяснилось, эта машина в угоне. У нее взломан замок зажигания. И, судя по всему, подросток орудовал этой отверткой. Для Максима это обычная подростковая шалость. А вот для владельца авто Владимира и его отца – настоящий шок. Ночью они проснулись от звука мотора автомобиля. По словам Максима, за угон он два с половиной года провел в спецучилище. Теперь подросток готовится к более серьезному наказанию. «Сейчас будет, наверное, хуже. Что? Либо штраф, либо малолетка. Ну, штраф – так-то фигня, а малолетка вот». Максима увезли в отдел полиции, где ему предстоял разговор не только с полицейскими, но и с мамой. Не исключено, что за рецидив до своего 18-летия подросток проведет в камере для несовершеннолетних, а затем его могут перевезти в тюрьму для взрослых. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На улице Карла Маркса камера зафиксировала, как гонщик на четверке врезался в бордюр. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса шашечник на ладе не рассчитал маневр и проехал по бордюру. В поселке Сыдаковский собака попала под колеса иномарки. На южном обходе Кирова водитель Нивы решил перестроиться направо и вовремя заметил Калину. На повторе видно, что в случае столкновения пострадали бы не только автомобили, но и пешеход, который шел по обочине. На улице Луганской водитель Газели решил не останавливаться у перекрестка и проехал на Красный. На этом же перекрестке водитель легковушки и не стал дожидаться зеленого сигнала светофора. На перекрестке улиц Ивана Попова и Калинина водитель Субару не разобрался в сигналах светофора и едва не сбил пешеходов. На улице Ленина нарушитель на Ауди не заметил машину с камерой. На улице Сдержинского водитель грузовика не оправдал ожиданий автора видео. Он проверил колеса, а нужно было исправить задние габариты и стоп-сигналы. Михаил Вагин, Место происшествия На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте Место происшествия Киров, а также звоните и сообщайте информацию по телефону 47 33 02. Также выпуски проекта Место происшествия вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Место происшествия Киров. В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok